Российские знаменитости против цензуры. Смотрите прямо сейчас в гражданской обороне. Российские знаменитости против цензуры, которой, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, нет в России. В этом как раз, наверное, и есть проблема сегодня телевидения в России. Новый лидер российской оппозиции. Так, совсем недавно окрестили известного юмориста и ведущего Максима Галкина. Вместо нас, над телепропагандой ржет телеведущий Максим Галкин. И эти оппозиционеры не устраивают, эта оппозиция. Ну, Навальный вообще не устраивает, в какой-то оппозиции не сидит. Артист отправился в тур по городам России и на концертах позволил себе острые шутки на злобу дня. Например, о беззаконии и возврате советских времен в худшем их виде и проявлениях. Нам не дают времени обмазковать. Нам разжевывать, у нас говорят, так, это враги, это вот это, вы сюда, это туда. Продолжая, Галкин заговорил о главном вопросе, без которого невозможно свободное общество. Цензура в СМИ. Она полностью убивает российское телевидение и печатные издания. И если все пойдет такими темпами, распространится на всю жизнь россиян. Не все можно говорить с телевизионного экрана, но я их понимаю, потому что, знаете, сейчас такая обстановка у нас сложная. Ну, когда она у нас была простая. Неплохо, Максим, неплохо. Но только будьте аккуратнее. Российский юморист резко раскритиковал кремлевских пропагандистов и власти своей страны. Даже президенту Путину досталось. Ну, как досталось? Люди почему-то в зале смеются. Естественно, ему скучно с этими мировыми лидерами, которые наивные люди меняются каждые 4 года. Галкин не применил всем напомнить, что в Российской Федерации 20 лет у власти находится один президент. У нас уже родилось целое поколение людей. Родилось, отучилось, и уже они сами родили уже. И кто-то был при Путине. Они даже не знают, что есть другой президент. Они думают, что это не должность, что это самодолженность, так называется, Путин. Муж Аллы Пугачевой подчеркнул, что главе государства нет дела до проблем обычных граждан, саркастично назвав его личностью уже совершенно другого масштаба. Мы скучные, у нас проблемы, у нас тут, значит, пенсии не те, там не то сделали, тут не то. А он уже другими масштабами, он уже марс мысленно завоевывает. А мы тут, ну как нам дальше жить? А мы говорим, потерпите, затяните, поясок, все затягивают, кто на поясе, кто на шее. Выступления Максима Галкина состоялись этой осенью в нескольких городах России. Но, как мы понимаем, снимал не один зритель, и естественно, видео просочилось в интернет. Умышленно ли это было сделано или нет, непонятно, но юмор действительно на злобу дня, и даже про первое лицо в государстве. Для сегодняшней России невиданная дерзость. И зал смеется, надрывает животы от хохота. Хотя Галкину особо и трудиться над своим монологом не пришлось. Шоумен просто просмотрел новости с федеральных каналов за энное количество лет и пересказал их в своем стиле. Вы все время нам рассказывали про Украину. Я уже так это достал, я же не в Украине живу. Что вы мне все равно про нее рассказываете? Вы про нас расскажите. Получается, что эти шизофреничные, бесперерывные потоки неправды, льющиеся и днем, и ночью с федеральных каналов, надоели не только нам, но и жителям соседнего государства. Ты все сказал? Нет, не все. А теперь шел вон отсюда. Пока я тебя не взял за нос и не выкинул, встал и вышел вон. Прошелся Галкин и по другим, особенно ужасающе ярким ведущим. Артем Шейгин, понимаете, он собирает таких экспертов... Рот закройте, пожалуйста. Панзыкман, до свидания. Вот там выход вперед. Здесь я устанавливаю свои правила, а не вы. И он говорит, ну а что скажут эксперты из Польши нам? Что они скажут нам? Мы в Польше считаем, что... Я тебе сейчас, знаешь, как дам. В Польше, он считает, а ты как с колен отдам. Пошел вон отсюда. Артем, пошел вон отсюда. Но самый главный вопрос, зачем и почему именно сейчас Галкин создал такой концертный монолог? Может быть, это новая стратегия по снятию негатива с населения? Так сказать, надо бы понизить градусы общественного накала. Зал смеется от того, что слова Галкина узнает и признает действительность. Но такую, о которой обычно не принято говорить вслух. Ведь ничего нового и того, чего все бы не знали, в своем выступлении Галкин так и не сказал. И что тогда получается? Пусть лучше на концертах посмеются, чем на митинги идут. Я бы себе представляю, вот если бы наш Путин хоть раз бы вышел на дебаты, он же не ходит, мы ему надоели все. Вот если бы он вышел на дебаты, хотя бы сам против себя. Знаете, вот мы ему дверь в трибуну поставили. Вот он вышел с левой трибуны и сказал, я считаю так. Перебежал на правой трибуне, возразил. Перебежал на левой, а я все-таки думаю так. Перебежал на правой трибуне, и между ними в костюме Мао Цзутуна Соловьев стоил. Понятно, что они вкладывают миллиарды реально в систему противодействия любым акциям протеста. И я считаю совершенно не случайным, потому что в качестве отработки выбран, опять же, шоумен-комик. Я считаю, что это намеренно проект технологический, который запустили по выпуску пара. Плюс, опять же, они будут смотреть. То есть это тестирование. А может быть, известный российский шоумен, который действительно довольно-таки часто высказывается по многим животрепещущим проблемам в России, решил не молчать, как раньше? Дело в том, что у нас страна, которая постоянно борется с последствиями. Когда вы говорите, вот мы помогаем Сирии, Греции, а тут денег на родной край нет, я вам скажу страшную вещь. Территория, которая горит, она ничуть не меньше, чем Сирия и Греция. Может, как раз он и показывает всем этим рупорам Кремля, что зазомбированную ими аудиторию можно расколдовать и очень просто. Кто покупает билеты на его концерт? Как раз покупают билеты и приходят на его концерты та самая телевизионная аудитория. То есть он фактически забирает зрителя у того самого зомбоящика с этими пропагандистами, давая понять, что это просто куром на смех вся эта политическая пропаганда. Так что юмор – это страшная сила. А тем, кто живет в условиях современной России, он просто необходим, как глоток свежего воздуха. Послушайте, в регионах все находится, все по звонку из Кремля фактически, из спецслужб. Если бы было малейшее подозрение в том, что он действительно, ну, такой якобинец, полнодумствующий, да, он действительно работает сам на себя, поверьте, ему бы не дали нигде выступать. Но несмотря на актуальность и популярность выступления Максима Галкина, главные пропагандисты страны оскорбились и стали жалко оправдываться. Первым, как всегда, отреагировал Владимир Соловьев, который заявил, что никакой цензуры в его программе и вообще на «России-1» нет. Своего коллегу поддержал и другой, ведущий политического трэша. Обладатель особняка в Крыму заявил, что Галкин работает на интернетских хомячков. Цензур на госканале нет и быть не может. А что касается Украины, то все дела в рейтингах. Россиян хлебом не корни, дай посмотреть новости из Киева. А внутренние дела им совершенно неинтересны. Совпадение? Да, совпадение. Туговато у этих пропагандистов с юмором. Главный хам российского ТВ тоже высказался на тему монолога Галкина. Шенин предположил, что Галкину не хватает реализации на социально-публицистическом поле. А потому он рассуждает о тех частях телевидения, в которых он не присутствует, но очень хочет. Также Шенин заявил, что Галкина уже ждут на его политическом ток-шоу. Если Максим Галкин продолжит дальше в этом духе и пойдет в политику, я с удовольствием жду у себя в программе его. Видимо, на этот случай редакторы программы заготовят новое ведро с соловьиным пометом. Вот мне кажется, что до тех пор, пока мы вот по такому ведру, каждому такому запорожскому, который, конечно, испугался. Испугались купленные Кремлем телевизионные ура-патриоты не на шутку. Их многомиллионная аудитория уплывает прямо у них же из-под носа. Отбирает у них Галкин и зрителя, и деньги. Хотя есть ведущие, которые не отрицают цензуру в российских СМИ. Мы же все понимаем ограничения нашего телевидения. И ты об этом говорил, и, кстати, поздно, что все равно есть списки, есть согласования. И, кстати, классно, что ты тоже как бы этого не скрываешь и говоришь, что да. Да что тут говорить, даже руководство первого уже ничего не отрицает. Так как у трех главных каналов есть обязательства общественно-политические, информационные, они, это отягчающие обстоятельства с точки зрения молодежной аудитории. Но подтверждать, говорить и сопереживать в современной России уже недостаточно. Когда в России в следующий раз будут метелить очередные простых похожих дубинками, когда будут воровать следующий вакон государственных денег, когда будут вкладывать, когда будут вкидывать, ну, в пачку, в оплату избирательную. Я же прошу вас говорить о том, а не молчать. Эту речь на награждении премии «Человек года» одного из глянцевых журналов известному российскому блогеру-интервьюеру Юрию Дудю федеральные каналы не простили. Определённые точки зрения известны, но проецировать их на общее настроение было бы неверно и ошибочно. Пресс-секретарь президента о светском мероприятии, которое кое-кто уж очень хочет записать чуть ли не в главные политические события года. Но главное, Дудь перешёл красную линию и полез в недозволенные просторы человеческого мозга, взывая к мощнейшим инстинктам самосохранения. Мне кажется, что молчание уже перестало ходить с красивыми дверями. Если ты молчишь, не значит, что ты в доме. Прийти могут в другой дом. Даже если этот домик находится на Рублево-Суменском шоссе. Вот это, ребят, зацепило. Такой себе удар ниже пояса. Неспроста они посвятили огромный сюжет Юрию Дудю и всем, кто тоже имел смелость высказываться на политические темы в стране. Не брал бы одного человека, назвал меня, на тех, кто договорился об обмене заключённых, и тех, кто не дал посадить Ваню Голубнова, тех людей, которые выходят и бьются за справедливость. Ну а дальше кинокритик Антон Долин тоже не стал молчать и заговорил про Олега Сенцова. Чтобы хоть как-то очернить этих людей, нужно срочно прицепиться к тому, в чём они одеты. А потом на взрыхлённые умы насадить ту мысль, которая спущена с методичками сверху. В том, что все эти публичные персоны в дорогих смокингах по-особенному воспринимают реальность, ничего удивительного или неожиданного нет. Но их мнение уж точно не синоним общественного. Зачем тогда превращать сцену гламурной премии в политическую трибуну? Просто других форм и способов у вас достучаться до людей нет, так как всё своё эфирное время вы, пропагандисты, забиваете новостями про Украину и спасителя всего русского мира ВВП. Ведь служите вы Кремлю и делаете всё, что царь велит. Сестру твою старшую изнасилуют, а ты выйдешь и скажешь «Добрый вечер, московское время, 12 часов 30 минут». Никакого остаивания это не вызывает.